Всем добрый день! Спасибо, что пришли, и вас сегодня пришло достаточно много, это очень здорово, значит, тема важная, интересная, я думаю, что будет полезна многим. Тема звучит как таргетированная реклама ВКонтакте для НКО. Если кто-то внимательно заметил, была некая такая ошибка, точнее, неточность в первом названии, допустим, как называлось мероприятие в Фейсбуке, и вот на это сегодня указали. И, кстати, ну, интересно, это важно, что вы внимательно читаете. Так, слышно, не слышно, давайте еще раз все-таки. Вы попробуйте, пожалуйста, перезагрузить браузер, либо сейчас у меня скину ссылку, это ссылка на проверку вашего браузера, который подходит или нет для того, чтобы участвовать в вебинаре. И если вы проверите, если все окей, то все окей, да. Итак, основные вопросы скажу, значит, запись будет, слайды презентации тоже будет, можно скачать, но в любом случае просто можно дождаться конца вебинара и потом, наверное, пару часов, и я выложу все ссылки в мероприятие в Фейсбуке и потом опубликуем на нашем сайте. Я больше не буду прерываться на вопросы, там что-то не слышно или слышно, я буду продолжать. И еще скажу по поводу вопросов в контексте того, что буду рассказывать. Вы можете их задавать и писать вопросы, я буду смотреть в чат. Просьба писать конструктивно, то есть по теме, и в конце у нас будет также время обсудить еще какие-то конкретные вещи. Вебинар будет разбит на две части. Первая часть – это я покажу слайды, расскажу какие-то общие вещи, которые будут полезны всем. И вторая часть – это я покажу конкретно уже, как это работает, что интересного есть и так далее. То есть я буду показывать свой экран. Итак, поехали. Значит, пару слов стандартно скажу о себе. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь вент-редактором «Теплицы». И в то же время я веду вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне на почту, которая приведена здесь. Все, что касается мероприятий, идеи для вебинаров, каких-то замечаний, предложений и так далее, пишите, буду рад. Пару слов о том, кто мы такие. Если вы не знаете о нашем проекте или, например, смотрите в записи, случайно нашли, расскажу. Значит, мы – образовательный проект. Называется «Теплица социальных технологий». Основная наша задача – это связать как бы два полюса. С одной стороны, это некоммерческие организации и проекты, и с другой стороны, это IT-сектор. То есть некоммерческий проект делает что-то полезное, решает какие-то общественные важные задачи, социальные проблемы. Но часто бывает так, что они не очень сильно владеют навыками использования интернета, технологий и так далее. И наоборот, IT-сектор, естественно, программисты и так далее, они хорошо разбираются в том, что они делают, но не всегда не знают о том, что можно применять свои навыки для того, чтобы делать что-то полезное. Поэтому вот наша задача заключается именно в том, чтобы свести эти две целевые аудитории вместе. И для этого мы делаем достаточно много. Мы проводим мероприятия, мы пишем много статей, информации и так далее. То есть вы можете зайти на наш сайт, посмотреть. И также мы делаем подборки гражданских приложений, то есть те приложения, которые решают какие-то общественно важные задачи. Мы делаем базу сообществ и также делаем базу инструментов. Это тех в большей степени онлайн-сервисов, которые позволяют вам делать вашу работу более эффективной, независимо от того, что вы делаете. Двигаемся дальше. Если вы, например, по какой-то причине не смотрели наши вебинары ранее, либо хотите посмотреть, что было, во-первых, вы можете зайти на наш сайт и в рубрике мероприятий, там есть вкладка «Вебинары», посмотреть все пост-релизы вебинаров, которые у нас были, и также посмотреть слайды презентации. Мы проводим два вебинара в месяц, соответственно, сейчас там достаточно уже много вебинаров, поэтому рекомендую посмотреть. Если вам интересно и удобно это делать на YouTube, вы можете воспользоваться нашим плейлистом. Там также выкладывается, собственно, видео, и в описании к видео есть ссылки на презентации. И то, что я вот говорил про онлайн-уроки или так называемые скринкасты, это такие небольшие видео, где рассказывается, вот, как использовать какой-то сервис или просто рассказывается о каких-то важных вещах, там, например, о безопасности, о том, как это применяется, например, там, на своем компьютере, как шифровать информацию, как делать баннер, как делать самостоятельно что-то. То есть это небольшие видео, там порядка трех-пяти минут. Их уже достаточно много, более ста, по-моему, уже 110. И вы можете посмотреть, найти для себя что-нибудь интересное, независимо от того, что вы делаете. То есть я думаю, что это вам будет полезно. И начну я со следующего, что, в принципе, этот вебинар, можно сказать, он первый в таком цикле вебинаров, который будет посвящен рекламным инструментам в социальных сетях. И вот сегодня первый вебинар будет посвящен социальности ВКонтакте. Дальше мы будем говорить о Фейсбуке и одноклассниках. Единственное, не могу сейчас сказать, когда точно это будет, но это планируется и это будет. Когда мы анонсировали этот вебинар, были такие комментарии о том, что вот некоммерческая организация ВКонтакте, возможно, это не работает, работает, не работает. Вот сегодня, во-первых, мы поговорим об этом и посмотрим, что действительно может работать, а что нет. Поэтому я думаю, что в любом случае вебинар будет полезен. Переходим дальше. Да, и вот как вы видели всю вот эту картинку анонса, я хочу просто еще раз акцентировать внимание на один момент, что здесь написано следующее – разбираемся вместе. Мне кажется, эта концепция очень важна и полезна для понимания того, как мы это вообще все делаем. То есть мне хочется, чтобы, если вы знаете какие-то вещи, про которые буду рассказывать или знаете чуть больше, вы можете это комментировать и писать, в том числе здесь, либо, например, в мероприятии в Фейсбуке, потому что, естественно, что как бы все знать невозможно, да, поэтому если у вас есть какие-то знания, вы можете рассказать это другим людям, и это будет здорово. И на своем примере я хочу показать, что, в принципе, вот во всем этом можно разобраться, если ты обычный человек, обычный пользователь, ты не специалист. Я не СММ-специалист, я совершенно занимаюсь с некоторыми другими вещами, но я просто адекватно воспринимаю информацию, я как бы также могу читать, разбираться и смотреть, как это работает. Поэтому вот сегодня я хочу на своем примере показать, насколько мне стало понятно, что это такое, как это работает. И важное замечание, которое я всегда говорю, для меня, по крайней мере, это тоже очень важно. Главная концепция, вот, по крайней мере, того, что мы делаем, это DIY, так называемый, да, или сделай это сам. И вот мне кажется, что это главный акцент должен быть сделан на это. То есть если вы не коммерческая организация, в первую очередь, так как это наша целевая аудитория, либо вы, например, делаете что-то другое, неважно, задумайтесь о том, чтобы делать это самостоятельно, неважно, что вы делаете. Если вы, например, хотите сделать рекламу ВКонтакте или продвинуть, там, свой сайт или какую-то информацию о себе, не думайте о том, чтобы отдавать это на аутсорс кому-то, какой-то организации, а делайте это сами, потому что, во-первых, вы не будете ни от кого зависеть, и это будет намного эффективнее, если вы будете делать это из раза в раз и, наконец, там, через какое-то время вы достигнете того, что вы хотите. Поэтому вот эта вот концепция, я считаю, она основополагающая, поэтому необходимо вот делать самому. Я вот пока немножко переключусь на вопросы, и был такой вопрос, расскажите, пожалуйста, как придумали название. Я не буду рассказывать сейчас историю, я просто скажу, что имеется в виду, что теплица – это как что-то, что позволяет быстрее, например, возращивать или расти, как, например, там, овощам и фруктам, да, то есть стандартно, например, теплицу, так и здесь. Это такой, условно говоря, инкубатор для социальных проектов, которые могут получить какую-то нужную информацию и сделать свое развитие более быстрым. Вот, собственно, вот так. Инстаграм, Юля спрашивает. Возможно, да, мы об этом тоже будем говорить, но Инстаграм имеет некую другую, там, специфику. Реклама там появилась совсем недавно, но в том числе, возможно, это будет, да, спасибо за вопрос. По поводу введения групп ВКонтакте, все остальные вопросы, вот, связанные с будущим вебинаров. Хочу сказать, что будет анкета после вебинаров, в которой вы можете, собственно, все свои, вот, мысли о том, какие бы вы хотели послушать вебинары в будущем, вы можете там отразить, и это будет очень важно для нас. Итак, а мы двигаемся дальше, и давайте просто поговорим о том, что такое таргетинг. И мы сегодня говорим, да, вот мы сегодня говорим о таргетированной рекламе, и сейчас мы расскажем, что это такое. То есть главным образом таргетинг, что такое ВКонтакте, ВКонтакте, это объявления на сайте, которые вот в виде баннера появляются сбоку, слева, и они показываются определенным пользователям по определенным критериям. Вот это вот здесь ключевой момент, что это видят не все, а только определенные люди. И что такое таргетинг, и почему он так интересен? А интересен он в первую очередь потому, что позволяет общаться с нужной вам целевой аудиторией. И вот в анонсе была такая там фраза «некомфортная аудитория» или еще что-то, и кто-то уже там комментарий написал такой интересный, что «я не хочу общаться с некомфортной аудиторией». Имелось в виду следующее, что в том числе, если вы не коммерческая организация, например, действительно там создается какое-то приложение для людей, которые, например, живут в небольших городах, и до них очень сложно достучаться, то вот именно это имелось в виду, что это некомфортная аудитория, то есть она не на поверхности, и с ней нужно работать, ее нужно вычленять и смотреть, как до нее достучаться. Вот это имелось в виду. Так вот, таргетинг, да, вот как я уже сказал, основное преимущество – это именно возможность как бы дать какую-то информацию определенным людям. И вот есть разные критерии, да, например, это пол, возраст, место жительства, там, вуз, там, работа, какие-то увлечения людей и так далее. С этим понятно. И сразу хочу, забегая вперед, сказать, что это выглядит вот так. Я вот не знаю, мне кажется, надо приблизить. Ну, то есть это выглядит вот так, сбоку. На самом деле это момент, который я делал для этого вебинара, я потом расскажу. То есть вот так это выглядит. И почему я делал print screen? Это у моей коллеги Марии Борисенок, собственно, появилась вот эта реклама ВКонтакте. И это значит, что действительно я все настроил правильно, и это работает, что именно она, как целевая аудитория, увидела это объявление, и это очень здорово. То есть имеется в виду вот именно вот такие объявления, которые мы видим сбоку. Вот сегодня мы будем говорить именно конкретно об этом. Задавали вопрос о том, будет ли информация о том, как продвигать в сообществах. И если останется время, немножко расскажу, но я думаю, что вряд ли. Итак, теперь поговорим о том, что вообще нужно знать о таргетинге. Давайте называть это именно таким образом. Так, сейчас я немножко переключусь в чат и почитаю, что вы пишете. Так, окей. Окей. Есть некоторые моменты, которые вот в принципе необходимо знать о таргетинге в самом начале, когда вы хотите что-то сделать. Прошу прощения. Так, переключайся, давай. Окей. То есть если у вас стоит какая-то задача вот все-таки донести какую-то важную информацию до определенного круга лиц, рассказать о себе, о том, что вы делаете там, или вы занимаетесь продажами, независимо от этого, нужно понимать некоторые особенности таргетинга, да, то есть рекламы, и понимать, что это такое, и как это работает. Ведь вот первый пункт, нужно понимать, что реклама в социальных сетях отличается от рекламы в поисковиках. То есть все мы знаем, что стандартный вариант, во-первых, это реклама именно в результатах выдачи. Когда у вас есть какой-то запрос, вы видите первый вариант, особенно в Яндексе, это видно, что есть как бы рекламные места, где появляются только те организации, которые, собственно, оплатили эту рекламу. Также очень действенная эта контекстная реклама. Как раз это речь о неточности, которая была вот по поводу названия вебинара. Контекстная реклама. Это то, что соответствует запросам людей. И вот, в принципе, на этом слайде написано, я просто озвучу еще раз. Основная особенность рекламы в социальных сетях и в поисковиках в следующем, что когда человек ищет что-то в поисковике, у него уже есть формированная потребность. Он конкретно, в принципе, знает, что он хочет найти. Вот, например, найти детский фонд, или купить книгу, или найти что-то, да, вот у него уже потребности есть. И главная задача, собственно, поисковиков и рекламы в поисковиках – это удовлетворить эту потребность. А вот в социальных сетях, по сути, потребность не сформирована. То есть и совершенно непонятно, чем, в принципе, человек может быть заинтересован. Поэтому вот чтобы достучаться до вашей целевой аудитории, да, то есть вы ее можете определить, но чтобы она отреагировала на ваши объявления, да, вы должны хорошо понимать, кто они, как они вообще живут, что они делают и так далее. То есть самый хороший способ – это сделать портрет вашего пользователя, опять же, независимо от того, что вы делаете. В принципе, это вообще тема отдельного вебинара, но мне кажется, важно сказать следующее, что вот нужно определить, кто ваш пользователь. Вот есть разные там методики, но если говорить простым языком, то, в принципе, вам нужно просто понимать, что кто конкретно ваш пользователь. Вот возьмите прям, сделайте персону, опишите, кто этот человек, где он живет, как он живет, где он работает, как он проводит свое время, чем он занимается и так далее. И как он будет взаимодействовать, например, с вашими какими-то услугами, там, не знаю, или деятельностью вашей. И вот это очень важно. То есть сделаем акцент еще раз. Это обязательно понимание того, что в поисковиках есть формированная потребность, в социальных сетях этой потребности нет, и что важно очень хорошо понимать свою целевую аудиторию для того, чтобы вот ваши объявления как-то правильно реагировали, то есть люди, чтобы реагировали на ваши объявления правильно. Следующий момент, он такой немножко отрицательный, и вот в чем он заключается, что не вся информация о пользователе ВКонтакте правда. Расскажу, что я имею в виду. То есть существует два типа данных, действительно, о человеке, которые мы знаем там в социальных сетях. Во-первых, это автоматические данные, да, которые определяются, по сути, по IP-адресу. Это то, где мы находимся. Это то, например, каким мы устройством пользуемся. Например, ноутбук ли это, там, стационарный компьютер, это смартфон, это планшет и так далее. Какая, например, операционная система стоит на компьютере, да, каким мы браузером пользуемся и так далее. Вот эта вся автоматическая информация, она, в принципе, правдива. Опять же, не всегда. Но на большое количество процентов. И вот есть второй тип данных, которые заполняют сами пользователи. Это и пол, возраст, должность, увлечение, интерес и так далее. По сути, почему это важно? Потому что именно по этим критериям вы составляете, как бы, рекламные сообщения, и мы покажем это далее. И вот нужно это обязательно иметь в виду, что автоматические данные, они правдивы, а вот что касается остальных данных, они могут быть не всегда правильными. Поэтому при возможности обязательно делайте, как бы, основу на автоматические данные. То есть, вот, например, если вы делаете какое-то приложение, там, для какого-то города, или, там, продвигаете какое-то событие, делать акцент на, там, на город и так далее. Все остальные данные просто они вторичные. Но они могут быть очень полезны. Вернусь немного в чат. И Анастасия говорит о том, что у многих стоит AdBlock, который блокирует вообще рекламу. В принципе, да, такое существует. Но, тем не менее, все-таки, если вы правильно выстроите, как бы, объявление, то ваша целая аудитория увидит его. Ну, в меньшем числе, но увидит. Глеб говорит об оценке аудитории. Есть инструмент. Окей, спасибо. Двигаемся дальше. Что еще важно для, вот, объявлений, для таргетинга? Это в основном, естественно, картинки. И, ну, называемые это картинки, ну, это изображение, иллюстрация, все, что угодно. То есть, вот, что-то, какой-то визуальный аспект. И, вот, к сожалению, каким бы вы ни были специалистом, вы заранее не можете никогда сказать, как это сработает. Вот, просто нельзя заранее это сказать. То есть, нужно обязательно тестировать. Вы можете взять похожий какой-то вариант, который уже был успешным, сделать его, и окажется, что это не работает. Поэтому обязательно всегда нужно тестировать. Но есть основные рекомендации по изображению, которые заключаются в следующем. Естественно, что так как эти объявления, по сути, имеют не очень большой размер, не надо делать очень мелкие детали на этом изображении. И более два крупных таких аспекта – это то, что картинки должны быть ассоциативными. То есть, должен строить какой-то ассоциативный ряд с тем, что вы предлагаете, что вы делаете, или что вы хотите вызвать у человека. А вызвать вы, естественно, хотите что? Эмоции. И вот, если вы сможете вызвать эмоции, это уже будет здорово, и это будет мотивировать человека кликнуть и перейти по ссылке. Нужно еще понимать, вообще, собственно, как это все оценивается, и зачем вы это делаете, и как бы, как это вообще работает. То есть, методики оплаты и анализ эффективности. То есть, реклама – это реклама. Вы оплачиваете сначала… ВКонтакте отработает так. То есть, вы должны внести на свой счет, на рекламный счет определенное количество денег, и потом они у вас будут списываться в зависимости от того, какой тип рекламы вы настроили. То есть, существует два типа. Это оплата за клики и оплата за показы. На самом деле, наиболее эффективной является, конечно же, за клики. То есть, вы, как бы, условно говоря, у вас списываются деньги только тогда, когда человек кликнул на это объявление, вот, и перешел куда-то. Но это дороже. Это стоит достаточно дорого. И вот есть оплата показов. В принципе, это сложно измерить. То есть, по сути, это потенциальное количество людей, которые могут увидеть ваше объявление, но отследить конкретно, как это работает, очень тяжело. И есть определенный показатель эффективности, называется он CTR. Это показатель кликабельности. То есть, он измеряется в процентах, естественно, и если говорить впрямую, что это такое, это отношение кликов, то есть отношение количества переходов, количества показов объявления. И, как вы видите, средняя статистика говорит о том, что хороший показатель CTR, а он показан потом, мы увидим, он показан в вашем, как бы, кабинете, это от трех сотых до одного процента. Может быть, и выше, но в среднем это вот так. То есть, это достаточно маленький показатель, но тем не менее, они могут принести достаточно хороший результат. Вот в чате пишут, что есть некоторые отрицательные, как бы, отзывы о рекламе. Опять же, ответ прост. Надо тестировать и пробовать. То есть, кому-то не помогло, кому-то может помочь. И мы немножко сейчас поговорим конкретно о заголовках, а потом перейдем к каким-то общим вещам и покажем, как это работает. Итак, как мы понимаем, объявление выглядит как картинка и заголовок, то есть, текст. Соответственно, текст, по сути, часто бывает основным привлекательным моментом. Нужно понимать, как писать заголовки. Есть некоторые типы заголовков, вот о которых я сейчас расскажу. Самый первый тип – это заголовок вопрос. То есть, вы пишете какое-то объявление, и там сверху пишете, например, там, любите настольные игры, хочешь стать волонтером, как прокачать свои навыки, как провести выходные. То есть, это заинтересует человека, возможно, и он кликнет. То есть, то, что вот ставится какой-то вопрос, и, естественно, что человек хочет получить ответ. Если этот вопрос релевантен ему, если ему интересно, он задумывается и хочет посмотреть ответ. Соответственно, он поэтому переходит. Дальше – это заголовок провокация. То есть, так как главная задача заголовка – это разжечь интерес и зацепить взгляд, есть некоторые моменты, которые позволяют вам сделать это не совсем таким правильным, логичным способом. Да, это какая-то провокация. Опять же, это независимо от того, чем вы занимаетесь. То есть, например, как вы видите, сверху написано «тебя маленький», а на фото написано «доход». То есть, это некая провокация, и в любом случае это работает. И вот с левой стороны, наверное, мелко видно, там написано «отвлекись от ЦП». Это такой портал «Цукерберг позвонит», да, и, ну, как бы условно, что, типа, человек постоянно читает, а ты давай отвлекись и почитай наши статьи, потому что они действительно интересные и полезные, такие же, как и там. Вот. Можно составить свои какие-то заголовки провокации, просто я вам рассказываю какие-то типы, которые вы можете потом применять и попытаться сделать это самостоятельно. Дальше идет заголовок интрига. Когда вы начинаете какой-то текст и пишете, например, «мы обнаружили, там, еще одна новость, там, оказывается, все были неправы, или там, уже невозможно жить без этого». И вот что-то, что вовлекает человека, и опять же у него интрига возникает. «Так, а что же дальше? И вот как же дальше? Хочется посмотреть?» И, соответственно, это будет мотивом для него перейти, например, по ссылке и кликнуть. Следующий момент – это заголовок «Шок». Если в текстном виде это отображать, то это может быть такое, например, «ссылки больше не работают». И дальше, например, описание каких-то сервисов, которые говорят о том, что действительно плохо работает. Или там, ну, я просто придумывал из головы совершенно просто, неважно, примеры, но там, например, «медведи больше не едят мед». «О боже, что делать?» Или «люди больше не покупают одежду». Или «внимание, летающие дети». А на самом деле это компания, которая продает батуты. То есть, там, вызывает какой-то непонятный шок, и хочется зайти, посмотреть. Евгения спрашивает, какие варианты заголовка провокации могут быть для НКО? Все зависит от того, что вы делаете. То есть, если вы, например, хотите рекламировать, ну, все-таки будем употреблять слово «рекламировать», да, например, какое-то свое событие или сейчас что-то, то вы можете, во-первых, быть нацелены, как, в принципе, это делается до сих пор в социальной рекламе, на какие-то отрицательные эмоции. То есть, в принципе, вот заголовки «шок» и «провокация», они достаточно рядом, да. То есть, можно показать что-то такое необычное, не обязательно страшное, но там... Ну, то есть, об этом нужно подумать, но я прям не могу сейчас привести пример, как это может быть. То есть, опять же, вот... Сейчас мы перелеснем еще раз. Я хочу просто привести пример. То есть, вы можете сыграть на чем-то привычном для вашей целевой аудитории, которая... или может стать вашей целевой аудиторией, да, которая еще не является. И просто отразить это на том, что вы делаете. Таким образом. Так, двигаемся дальше. И вот я вот говорил, уже начал говорить об этом. Вот как раз для некоммерческих организаций, мне кажется, как вы видите, подходят все еще отрицательные эмоции из-за головок «Страх». С левой стороны пример банальный, это просто из жизни, а вот с правой стороны очень близкий для многих. Пример того, когда организация работает, допустим, с больными раком, либо это какие-то там клиники, либо еще что-то. Это просто организация, которая популяризирует информацию о том, что это такое, как с этим бороться. То есть вот что-то, что действительно вызывает страх у людей, например, какие-то заболевания и так далее. То есть вот это все-таки сильно работает. И это может быть вот именно таким образом. Так, сейчас я перейду в чат. Мой доклад продлится еще 10 минут, а я потом буду показывать. Так, читаем дальше. Вконтакте не разрешены, кстати, политические рекламы. Если это какой-то митинг, то они считают, что это политическая реклама. Елена, да, хороший комментарий, но, как вы понимаете, что вы, в принципе, обратите внимание в вашей потенциальной целевой аудитории, можете не употребляя слово «митинг» и сделать это немного иначе. То есть вам важно что? Обратить внимание в вашей целевой аудитории или просто людей, которые для вас важны, да, и сделать что? Чтобы они перешли. Поэтому можно делать какие-то вот сголовки, которые будут провокационными либо близкими для них, может быть, даже из другой области, но они будут просто понятны. Вот так. Ярослав Никитенко пишет, от Greenpeace пришло письмо с темой «Промышленные отходы могут попасть в ваш чай». Действительно, тоже это вызывает некий страх, но, наверное, Ярослав все-таки открыл это письмо и прочитал. Поэтому я думаю, что это сработало. Какие эмоции в рекламе более действенные? Положительные и отрицательные, Елена спрашивает. И вот, как я уже сказал, и до сих пор, к сожалению, отрицательные. Мы очень сильно реагируем на наши отрицательные эмоции, потому что положительные не такие сильные. Но вот, Грэй, хороший пример, как работает вообще социальная реклама. Просто посмотрите там на телевидении или еще где-то. Сейчас стали появляться рекламы, основные на более позитивном направлении, но, тем не менее, в большинстве своем они все еще отрицательные. Вот так. Так, 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 двигаемся дальше. Так. Ярослав пишет, если мы пытаемся привлечь волонтеров, то страх не очень. Да, страх не очень. Значит, можно проявлять какой-то интерес. И, например, волонтеры, почему они это делают? Для кого-то важна, например, вот, социальная ответственность. Можно поиграть на этом. Или, например, у кого-то есть просто свободное время, и он хочет, например, пообщаться с новыми интересными людьми. Это тоже может сработать. То есть что-то может быть совсем, например, в параллельном каком-то действии, не очень приближенном, например, к волонтерам. Но, тем не менее, человек заинтересуется и перейдет. Про ссылки мы поговорим позже. Так. Благотворительность. Как организации по защите животных могут привлечься аудиторию? Есть ли какая-то специфика? Ну, вот смотрите, Елена, мне кажется, вообще это выигрышный момент, потому что, как вы знаете, пример фонда Дикой природы, да, ВВФ. У них потрясающие плакаты. У них потрясающие просто плакаты, как они делают. То есть визуальный ряд настолько эмоционален и вызывает какие-то вот прям чувства, которые прям хочется перейти и сразу там перечислить деньги и помочь. То есть это какие-то там спасения белых медведей и так далее. То есть если вы занимаетесь именно защитой животных, то, как вы понимаете, кошечки, например, да, или собаки, какие-то хорошие, милые фотографии, они будут очень сильно эмоционально воздействовать. То есть главное просто составить какой-то, ну, то есть заголовок плюс картинка должно работать совместно так, чтобы у человека прям вызвало какое-то желание перейти на сайт. И опять же, что вы хотите, да, в зависимости от того, что вы делаете. Если, например, вы просто информируете о человеке, что, например, там кто-то может помочь, там, например, забрать собаку. Соответственно, было бы лучше, например, сделать, условно говоря, картинку, как профайл собаки, буквально, например, там, меня зовут Лесси и ее картинка, там, или там, привет, мой новый хозяин. Вот как-то так. То есть мне кажется, вот с вопросом о животных тут даже, в принципе, достаточно удобно и интересно, может быть. Да, вот Ксения говорит, что может узнать заголовки. Это здорово. Да, напишите потом, пожалуйста. Так, Ярослав пишет по поводу этики. Быдло рекламы. Ну, понимаете, Ярослав, смотрите, опять же, кто ваша целевая аудитория? Вот все это от этого надо отталкиваться. Я просто брал примеры общие такие какие-то конкретные информации для НКО. Понимаете, НКО – это отлично, но кто ваша целевая аудитория? Понимаете, для ваш… то есть ваша целевая аудитория может быть также молодыми людьми, для которых более действенно будет что-то простое для них, там, допустим, да. Если ваша целевая аудитория – это люди, например, там, более старшего возраста, это уже другой вопрос, но, опять же, возникает тогда вопрос стандартный. А кто сказал вам, что все-таки это будет работать ВКонтакте, да? Это не я говорю, то есть это вообще, ну, многие люди задают вопрос, работает ли это с более старшими людьми ВКонтакте? Тут все вот как бы индивидуально, и поэтому, опять же, нужно все тестировать. Нет ответа конкретного, чтобы вот у меня нет рекомендаций, и мне кажется, ни у кого нет рекомендаций, которые могут сказать, вот делайте вот так, пишите вот именно эти заголовки, и тогда у вас все получится. Мне кажется, то, что вот уже есть какие-то определенные типы заголовков, которые могут быть. Это уже большой плюс, и вы можете просто протестировать, взять, там, сесть с коллегами, накидать варианты, которые могут быть, и просто потом тестировать. Вот, мне кажется, это вот так работает. Генератор картинка плюс. Да-да-да, мы, кстати, трус, плюс пользуемся, Александр. Да, классный сервис. Ну, собственно, мы и делаем наш анонс, вот, как бы, картинки именно в этом сервисе. Так, хорошо, я, наверное, ответил на те вопросы, пока есть, двигаемся дальше. И заголовок выгода – это для тех, кто, например, там, действительно что-то продает, а не обязательно продает, вот, в том числе, там, может быть, и для некоммерческих организаций. То есть выгода, какая это выгода, когда человек видит, что действительно предложение, которое ему делается, ему интересно и заманчиво, и он хочет это сделать. Опять же, тут есть, там, место для обсуждения, но просто вот есть такой тип, и это действительно хорошо работает. Мария спрашивает, можно ли поближе к особенностям продвижения информации именно ВКонтакте? Вот сейчас мы перейдем, ну, смотрите, просто какой-то вопрос, он такой более общий, на который я, наверное, отвечу, когда мы будем делать эти рекламные сообщения. Ответ кроется очень просто, на самом деле. Выявите, кто ваша целевая аудитория, настроите рекламные сообщения таким образом, чтобы они были нацелены на вашу узкую целевую аудиторию, пусть это будет не миллион человек, пусть это будет 10 тысяч человек, но зато вы будете точно знать, что это те люди, кто вам нужны. Вот, собственно, вот это более такой простой ответ. Так. Вот этот пункт заголовок новости очень хорошо, кстати, подходит именно для некоммерческих организаций или для фондов, или для того, кто делает какие-то информационные поводы. Простой пример – это когда просто, например, новая станция метро, действительно, например, там, я живу в Москве, и когда появляется новая станция метро, мне интересно зайти и посмотреть, что это такое, как это работает и так далее. Например, инфографика. Как распознать грипп? Например, да, вот сейчас эпидемия гриппа, если бы я увидел, например, такую картинку или такое объявление, я бы зашел и посмотрел. Ну, потому что мне действительно важно, я не хочу заболеть, и что мне делать, чтобы избежать, например, гриппа. Или там какое-то новое интервью, например, с каким-то важным человеком. То есть вот инфоповод в данном случае для НКО является хорошим способом продвижения. если мы говорим о том, что вот концепция развития некоммерческой организации как СМИ, да, когда вы являетесь, по сути, вот как бы источником информации, то тогда это будет очень хорошо работать. Вот такие есть семь типов. Восьмой – это заголовок юмор. Здесь можно также поиграться в зависимости от того, кто ваша целевая аудитория. Поэтому я не могу какие-то более конкретные примеры привести, потому что, опять же, все зависит от тех, кто ваши люди. Например, там, может это звучать так, как клуб анонимных книгоманов, или как изменить мир, пока вы спите, или как запустить свой проект, не выходя в интернет. Ну, что-то такое, что будет вызывать какую-то улыбку, и просто человек захочет посмотреть действительно, что же там такое, что же это такое, интересно. Так, по территориальному рекламу интересно, как прилиять жителей определенных районов. Вот сейчас мы буквально уже переходим к этому моменту. Так, какие приемы использовать для выявления целевой аудитории, при этом фонд молодой и подписчиков мало. Мониторить конкурентов, информации в соцсетях критически мало. Вот смотрите, вопрос тоже со стороны, ну, то есть это получается вопрос с конца, да, вот смотрите, вот вы фонд, а значит у вас есть какая-то цель ваших действий. Вы что-то делаете. Если вы что-то делаете, вы это делаете для кого-то. Вот если вы для кого-то делаете, вы должны знать для кого. Поэтому вопрос, как выявить целевую аудиторию, он немного странный. То есть. Другой вопрос, что если вы имеете в виду, как выявить вашу целевую аудиторию в каком-то определенном городе, например, это уже другой вопрос. Вот как бы тут такой удвоякий момент. Полина, вопрос про политических, я не знаю, к сожалению, не могу ответить. Екатерина спрашивает, как вы относитесь к тому, чтобы на картинке писать продолжение текста? Вот как я уже говорил, заголовок «Провокация» очень хорошо работает с написанием текста на картинке, если мы говорим об этом. Вообще в анонсах мы используем это, и это очень хорошо работает. Потому что человек все-таки более зрительно смотрит сначала на картинку, потом на текст. Окей. Двигаемся дальше. И вот здесь я просто привел ссылку, потом, когда вы будете смотреть, например, презентацию, можете кликнуть, посмотреть. Здесь есть такое сообщество интересное, и там есть альбом более успешных картинок и вообще заголовков вообще, то есть ВКонтакте, вот в тех рекламных кампаниях, которые они проводили. И вот, в принципе, вы можете посмотреть, пощелкать, посмотреть, как это работает, то есть какие заголовки вообще. То есть главный принцип, мне кажется, не думать, что вот некоммерческие организации – это какой-то особенный, ну, какие-то особенные люди там или еще что-то. Те же люди, это такие же люди, это обычные люди, которые так же живут, так же смотрят, так же играют, так же смотрят фотки ВКонтакте. Если мы говорим о ВКонтакте, да, это все то же самое. То есть не надо думать, что взаимоотношение с ними должно быть какое-то на другом уровне, совсем не как с другими. То есть вот смешные картинки, они будут работать, это же ВКонтакте, понимаете, это будет работать. То есть просто пробуйте. Вот про запрещение картинки 20% текста. Спасибо, Глеб. Хорошее замечание. Гульсар, там, наверное, комментарии, что целевая история может быть разная. Могут быть дети, могут быть спонсоры и так далее. Ну, вряд ли вы хотите привлечь спонсоров ВКонтакте, да, например. Если это дети, которым оказывается помощь, то тоже двоякая ситуация. Но это может сработать, почему нет? Другой вопрос, если вы, например, хотите привлечь людей к каким-то вашим акциям, которые хотят, не знаю, вам помочь, деньгами или чем-то еще. Так, смотрим дальше. Так, не поняла, что за группа. Про слайд, потом можете перейти, посмотреть. Это примеры компаний хорошо работающих. Про фонд, который был замечание. Пишут, что имеется в виду спонсоров. Фонд оказывает помощь тяжелобольным детям. Ну, соответственно, ваша целевая аудитория понятна. То есть вам вопрос, как привлечь больше средств. Линк кинуть на эту группу. Окей, сейчас кину, да, хорошо. Вот линк. Двигаемся дальше опять же. И просто пару слайдов, как это выглядит, а потом посмотрим на самом деле, как это выглядит. Вот, немного трафтология, но тем не менее. То есть, когда вы заходите в разделы рекламы ВКонтакте, вы видите следующую страницу, которая говорит вам о том, что существуют типы рекламы, четыре типа. Сегодня мы говорим о первом, вот, о таргетированных объявлениях. А помимо них существует продвижение записей, которое очень тоже действует на самом деле. Есть рекламные записи в сообществах. И специальное продвижение и предложение в играх – это вряд ли мы вообще этого коснемся, вот. Но мы сконцентрированы сегодня именно на первом моменте. То есть, когда вы нажимаете, например, на этот раздел «Таргетированные объявления», вы видите, что вам показывается, что это такое, есть какие преимущества и так далее. Далее вы просто переходите к выбору, собственно, что вы хотите рекламировать. И тут, как вы видите, есть несколько вариантов. Просто я это вставил в слайды, чтобы люди, которые будут смотреть потом слайды, чтобы было понятно, что это такое вообще. Поэтому я сейчас это продублирую на своем экране. То есть, можно рекламировать сообщества, группы, паблики и встречи и так далее. Можно записи в сообществе рекламировать, определенные записи. Также можно приложение ВКонтакте, видеозаписи конкретно, мобильные приложения, внешние сайты. Вот так. Так, сейчас, секундочку, прошу прощения. Так. Двигаемся дальше. Надо сразу сказать, что есть, в принципе, большие разделы хелпа, либо справки. Во-первых, это встроенная справка именно рекламы ВКонтакте. Вы видите ссылку, вы можете посмотреть все разделы, как это работает, все написано на русском языке и понятно, и какие-то нюансы, возможно, вам будут более понятны, если не ясно, как это работает. Во-первых. И во-вторых, есть, опять же, много сообществ, которые публикуют множество лайфхаков и так далее, мануалов по таргетированной рекламе. Один из которых, например, вот этот, я вам просто его советую также посмотреть и разобраться. Там проведены достаточно много примеров и вариантов, как это работает. То есть, вы можете просто посмотреть, как это есть. То есть, вот та ссылка, которая была, как раз она из этого сообщества. Вот это интернет-маркетинг от той до я. И мне кажется, это полезно будет очень. Так, хорошо. И в заключении вот этих слайдов хотел, опять же, напомнить вам и сказать следующее. Это очень важно. Что идеального решения нет. Нет, никто вам не может сказать, что делай один, два, три, вот пиши вот такой заголовок, и это будет работать. К сожалению, к сожалению, это нет. Такого нет. И решение единственное, это одно. Это гипотеза и тестирование. Вы создаете варианты, пробуете это делать и смотрите, как это работает. Это единственный рабочий вариант, который может быть. И только спустя некоторых, там, несколько объявлений вы можете увидеть, что, например, что-то работает более эффективно, что-то работает более лучше. Тогда вы просто отметаете все остальные варианты и сосредотачиваетесь на это. И давайте посмотрим, как это работает. Сейчас, буквально секунду. Окей. Так. Я вот думаю, как это сделать лучше. Окей. Так, я покажу тогда свой экран. Я не буду видеть чат, но я буду переключаться немножко из стороны в сторону, как бы, да, чтобы видеть, что вы пишете. Сейчас я еще раз посмотрю комментарии, которые у вас есть, и потом начну. Правила размещения рекламы ВКонтакте. Там есть пункт 3.12. Материалы политического характера запрещены, но подробностей про то, что считается политическим, нет. Надо искать, что пишут другие. Анастасия, да, спасибо за ссылку на статью по поводу политических действий. Еще раз говорю вам, что если вы теоретически или практически в составлении вашего сообщения, можете избежать вариантов, когда ваше вот это вот рекламное объявление будет отклонено, пожалуйста, сделайте это. То есть не надо вот думать, а вдруг прокатит. Вот не надо этого делать. Пожалуйста, вот при возможности используйте какие-то другие слова. У нас, в принципе, русский язык, он достаточно богат и дает нам возможность, составляет предложение таким образом, что, ну, что там будет понятно. Речь о чем идет, но будет по-другому как бы написано. И вот это вот более эффективно, мне кажется. Так, хорошо, я сейчас буду демонстрировать свой экран. Сейчас, секундочку. Так. Так, да, все, вы видите, окей. Итак, я буду переходить все-таки с экрана в экран, чтобы посмотреть, как это работает. Итак, вот в ВКонтакте, собственно, раздел рекламы выглядит вот так, как я уже говорил. Есть четыре варианта. Тут есть достаточно много информации, справочной информации и так далее. Мы когда кликаем на таргетированную рекламу, опять же, у нас появляется для тех, кто первый раз это делает. И потом мы либо сразу можем создать объявление, либо открываем рекламный кабинет. Так как я уже создавал рекламу, соответственно, я открываю рекламный кабинет. Специально для вебинара мы попробовали сделать некоторые варианты. И сейчас я это покажу. Да, и просто, во-первых, вот это выглядит вот так. То есть вот у вас есть раздел таргетинг. Есть потом те рекламные кампании, которые будут. И есть, например, раздел справки, который я уже показывал на слайде. То есть если вам что-то непонятно, берете, смотрите здесь, во-первых. Во-вторых, читайте обязательно правила размещения рекламы. И третье, есть помощь, когда вы пишете какой-то вопрос. Если его нет в описании, вы можете отправить в службу поддержки. И, соответственно, вам помогут. Итак, таргетинг. То есть вот я создавал, например, такие рекламные кампании. Сначала я расскажу о результатах, которые на самом деле не очень хороши, естественно. Но, тем не менее, мне не стыдно говорить о том, что я сделал что-то нехорошо. То есть это показатель того, что, значит, тот вариант, который я сделал, он не работает. И, в принципе, в этом нет ничего плохого. Значит, для тестирования я сделал следующее. Во-первых, мы проводим в конце февраля хакатон. И просто для этого мы сделали пробу, как это будет работать. То есть если нам, например, сделать рекламное объявление для того, чтобы пригласить дизайнеров, например, вот на наших хакатонах. Так, где же самое объявление? Сейчас. Очень странно. Хорошо, тогда поговорим пока о показателях. Во-первых, вы сразу можете увидеть, что стоимость перехода достаточно высока. То есть вот сразу хочу сказать следующее, что вы имеете в виду, что стоимость перехода клика по объявлению ВКонтакте в данный момент стоит в среднем вот такую стоимость. То есть вы можете прикинуть, сколько вам нужно потратить денег, чтобы, например, к вам зашли определенное количество людей. Еще важно сказать следующее, что таргетинг, в принципе, он нацелен на следующее. Когда вы хотите что-то продвинуть, какое-то событие, какое-то действие, что-то продать, привлечь внимание к чему-то. Но если вы хотите, например, повысить количество участников вашего сообщества, это не совсем хорошая идея продвигать таргетингом, потому что есть, собственно, реклама в сообщество. Вот мне кажется, это будет более действенное. То есть если вы релевантное сообщество найдете и там будете продвигать, то количество пользователей может возрасти для вас дешевле, скажем так. И если говорить вот про стоимость, как вы видите, она достаточно высока, и показатель CTR, он низкий. Что это говорит? Что, например, смотрите, было 15 тысяч показов теоретически, да, и только 8 переходов. А у другой компании было 77 тысяч показов и 10 переходов. Вопрос, да, то есть, вот смотрите, потрачено столько денег, 500 рублей, ну, там, 600 рублей, и, по сути, перешло 18 человек. Вопрос, эффективно это или нет? Безусловно, это неэффективно. И теперь можно просто подумать о том, почему это неэффективно. Так, почему-то у меня не открывается объявление. Сейчас я это сделаю. Ну, допустим, была такая компания, окей, объявление было, назовем это объявление, которое я создал для того, чтобы обратить внимание мужчин-программистов на то, что вот у теплицационных технологий есть такой портал, который называется IT-волонтер, где любой желающий с навыками, например, каким-то в дизайне, в дизайне, в программировании и так далее, может помочь что-то сделать. И вот данное объявление было нацелено на людей, которые знают WordPress, и они могут помочь, например, людям решить какие-то задачи с WordPress. Я просто сразу нажму на объявление и покажу, куда люди должны переходить сюда, которые открыты по тегу WordPress. Соответственно, если человек теоретически заинтересовался, и он понимает, что такое WordPress, ему интересно это, и он заходит и видит, что есть задачи, которые он может решить. Он потом может почитать о проекте и зарегистрироваться и так далее. Возможно, это не совсем эффективно, но тем не менее это можно пробовать. То есть это можно начинать делать. То есть вот такое объявление, оно выглядит вот так. То есть я написал, например, «помоги с WordPress», и описание, это решение, и получение, и картинка, вот WordPress, сразу китайцы в глаза, возможно, не совсем эффективно. Давайте поговорим о том, какая была выбрана целевая аудитория. Сразу хочу сказать, что я, видите, ее не сузил, потому что я выбрал достаточно, во-первых, так как это IT-волонтер, соответственно, человек может помочь удаленно. Это неважно, где он живет, да? То есть мы территориальные, как бы, данные не брали. Мы взяли демографию, это мужчины от 18 до 55, что они интересуются IT-технологиями компьютера и софт, а персональные системы у них – это Linux, в первую очередь, естественно, да, это Windows 7 и 8. Интернет-браузеры, допустим, Chrome. Вот, опять же, до того, как я составлял это объявление, да, ну, как тест, оно, как бы, действительно объявление, я не мог сказать, как это будет работать или нет. Но в том числе, теперь, когда я получил вот эти данные, я уже могу делать какие-то выводы, да, о том, что это работает, а что не работает. Тем не менее, смотрите, получилось, что 15 человек перешло. Возможно, если, например, сделать как-то более, настроить более хорошо и конкретно, то, возможно, сузив аудиторию, например, сделав ее не 2 миллиона человек, а, например, даже там 100 тысяч или 10 тысяч человек, то мы можем, например, за ту же сумму сделать, что переходов будет, например, ну, не в 10 раз больше, ну, например, в 5 раз больше. Это уже показатель того, что это будет работать более эффективно. Вот. Что касаемо других объявлений, что-то у меня… А, вот, открылось. Также мы делали… Давайте я перейду сначала в чат, я прошу прощения, просто боюсь, что вы, наверное, что-то… Давайте я вкручу… Нет, давайте я оставлю просто тогда мое изображение и почитаю. Так. Экран не видно, экран видно хорошо. Так. Вот Юля говорит, никогда не соглашайтесь со ставкой, которую рекомендуют ВКонтакте. Минус 30% начинается с такой ставки. 30 за клик – это очень много. Вот видите, Юля, вот спасибо за ваш комментарий. Но, смотрите, вот я как человек обычный, как бы я действовал, да, вот как все. То есть, во-первых, естественно, что я ошибаюсь. Это нормально. Видите, я вот один раз ошибся, а дальше я не буду ошибаться, потому что, во-первых, действительно, вы мне подсказали, и, во-вторых, я, например, теперь знаю, что надо делать более эффективно. То есть, видите, значит, 70% от рекомендуемой стоимости – это окей. Отлично. Спасибо за комментарий. Это очень полезно. Дальше. Сами устанавливайте на маленьком бюджете и смотрите охват. А лучше давать рекламу за показы. Это дешевле. Да, вот Юля говорит, что, например, за показы это дешевле, но, опять же, я считаю, что нужно тестировать. То есть, вопрос в том, что вы конкретно хотите. В данном случае, например, если, может быть, в данной ситуации, вот сегодня, это действительно работает лучше. Вот. То есть, хорошее замечание. Ярослав пишет, что не работает. Так-так-так. Так. Подскажите, где в ВКонтакте найти рекламу ВКонтакте? Хороший вопрос. Я вам прям ссылку напишу. Вот там она. Окей. Двигаемся дальше тогда. Вот уже здорово, что мы нашли Юлию, которая может нам прокомментировать что-то, и даже кто-то пишет ее ВКонтакте. Отлично. Так. Смотрим. Так, окей. Все. Получилось. Следующий пример хочу рассказать вот про этот. Также он был сделан про клики. Как я уже понял, действительно, что теперь это не очень эффективно. Было всего 10 переходов. Но я просто хотел сказать о том, что вот какая была целевая аудитория. Смотрите. У нас пройдет хакатон по редким заболеваниям. Цель хакатона – сделать информационные материалы, которые будут там в виде инфографики, лонгридов и так далее, да, для каких-то реально сложных и редких заболеваний. И нам для этого нужны дизайнеры. Соответственно, мы решили сделать следующим образом. Почему бы нам не посмотреть и не пригласить, например, девушек-дизайнеров, которым бы это было интересно и которые, возможно, интересуются вот там какими-то такими социальными вещами. Например, так как у нас мероприятие будет в Москве, то мы видим, что у нас получилась такая вот штука. Значит, Москва-Россия. Возраст 18-34. То есть интересы – это дизайны, графика, IT, кино, образование, красота и мода. Почему я не включил сюда благотворительность, например? Почему? Потому что, когда это я сделал, то получилось очень маленькое количество людей. И, соответственно, если этот человек-дизайнер, то, как понимаете, что предпочтительные Майк Уэс и Сафари. В общем-то, это тоже такие результаты, которые на самом деле... Значит, я теперь буду делать выводы о том, что... Ну, там, то есть это работает вот так. Да, и надо сказать, что это было событие. То есть мероприятие ВКонтакте. Тут не было таких моментов. Как видите, было всего одно вступление. Всего одно. За 300 рублей. Одно. То есть это тоже очень плохо. Но почему? Возможно, это работает не только вопрос вот объявления, да, но в том числе это еще работает вопрос наполняемости вашего мероприятия. То есть если вы проводите мероприятие, делаете события ВКонтакте, необходимо сделать так, чтобы все ваши друзья и знакомые и так далее, чтобы уже было достаточно много людей в группе, да, в этой... Потому что событие, в принципе, оно считается как бы публичной страницей или группой. Публичной страницей. Да, и поэтому, когда количества людей достаточно много, когда человек заходит в это событие, да, он видит, что уже люди вступили, соответственно, у него мотивация вступить будет больше. А если он заходит и видит, что там, в принципе, еще мало людей, даже если ему интересно, он побоится это сделать. То есть это есть некоторая специфика. Собственно, вот так. Давайте теперь... Я просто хочу рассказать о тех моментах, которые есть при создании объявления, а перед этим я зайду немножко и посмотрю. Окей, ничего не спрашивали. Хорошо, двигаемся дальше. Например, когда вы создаете объявление, еще раз, делаем это так. Вас спрашивают, что вы хотите продвигать. Это сообщество ваше, например, запись в сообществе. Опять же, сообщество и запись в сообществе, опять же, здесь очень важно, чтобы вы понимали, что оно все правильно настроено, что у вас все хорошо оформлено, что достаточно хороший пост, это если запись в сообществе и так далее. И есть внешний сайт или ссылка. Просто для примера давайте напишем наш сайт в плитце. Ну, просто я сейчас не буду создавать до конца это объявление, просто покажу, как это делается. Я даже... Давайте я вот сделаю сайт хакатону. Так. Вот. И как это работает? Теперь вот посмотрим просто методику быстренько, как это работает, почему это важно. Теперь я, пожалуйста, хочу сказать самые важные слова сейчас. Обратите внимание, что если вы даже не имеете бюджета на продвижение, у вас даже нет возможности оплатить эти объявления, пожалуйста, перед тем, как что-то продвигать в ВКонтакте или просто вот что-то делать, посмотрите вообще, кто ваша аудитория и есть ли она ВКонтакте. И вот именно как раз с помощью этого инструмента это и можно сделать. То есть еще раз, если вы не уверены, есть ли ваша целевая аудитория ВКонтакте, воспользуйтесь этим инструментом. Попытайтесь сделать как бы объявление, тем самым вы посмотрите, сколько у вас человек будет в аудитории. И это будет как бы объема вашей аудитории ВКонтакте. Вот мне кажется, это очень важно. Надеюсь, вы поняли. Окей. Смотрите, значит, когда вы создаете объявление, существует три формата. Это изображение текста, это базовое, это текст, заголовок. Приходи. И помоги. Ну, я просто сейчас спешу из головы. Дальше вы пишете... ... ... Допустим, так. Знакомиться, сделать long read. Здесь фотография, это размер написан, 90 на 65. Соответственно, загрузить большое изображение, оно просто потом будет масштабироваться, исходя из размеров. Другие форматы есть. Это большое изображение, когда есть только заголовок и только изображение. Опять же, это очень действенно, когда вы хотите, например, сделать какое-то объявление, которое будет задействовано, там, очень яркая, впечатляющая картинка, как вот человек спрашивал, как делать, если мы занимаемся, например, помощью животным. Если будет отличная и хорошая фотография, например, котика или собачки, то это будет очень действенно, потому что все любят котиков, и поэтому это будет работать. То есть, если красивый котик, то даже нужно больше места для фотографии. Также есть эксклюзивный формат, который стоит в два раза больше. Как видите, еще больше размер картинки, 90 на 160. Окей, если мы выбираем классический формат, допустим, сейчас так, не будем загружать картинку. Дальше нужно выбрать тематику объявления. В принципе, это важно. Допустим, развлечение досуг, афиши. Ну, то есть, если чем точнее вы сделаете, тем, в принципе, будет лучше. Маркировка. Опять же, лучше ее указать. То есть, если у вас мероприятие, вот, какое-то оно, ну и плюс, то есть, все могут участвовать, мне кажется, это важно. Далее переходим к самому интересному, и я на секунду переключусь. Так, к сожалению, давайте я остановлю и прочитаю просто, чтобы не рябило в глазах. Окей. Просто на ваши вопросы сначала отвечу. Катерина, центр сестры, работали таргетинг по интересам от обратного. Например, мы центр помощи пережившим сексуальное насилие. Наша телева аудитория состоит из нескольких групп, очевидная нам аудитория интересуется темой насилия в отношении женщин. Так. Однако реклама в Фейсбуке показала, что таргетирование по этим интересам не очень эффективное. Ну, конечно, вот у меня первая реакция, те, кто пережил насилие, они не хотят связываться с этим еще. Теперь вы, мысль, таргетированы на противоположные, например, романтические интересы. Вопрос был еще раз в следующем. Скажу, значит, если фонд работает, например, с людьми и помогает, там, бороться с насилием, то будет ли интересным и возможным делать таргетинг на противоположные романтические интересы? Вопрос, а как вы будете соизмерять вашу деятельность, романтические интересы? То есть, в принципе, вот логично предположить, что вы можете сделать объявление, которое будет показывать идеальный вид отношений, допустим, да, или какую-то, допустим, если это насилие в отношениях, то, допустим, хорошая пара, все хорошо, но какой-то странный заголовок. Например, вот представьте себе, что фото, там, девушка и молодой человек, да, а надпись «здесь что-то не так», ну, например, да, и вот это уже интерес, и уже, то есть, у того человека, кто столкнулся с какой-то проблемой, возможно, это заинтересует. То есть, ответ на ваш вопрос тогда, Катерина, да, это может работать, но, опять же, надо тестировать. Это можно делать креативно каким-то образом, но это, возможно, совершенно правильно. Алексей, насколько по функционалу похожи на фейсбучный рекламный кабинет? Это сильные различия? Да, различия есть, они достаточно сильные. Нужно разобраться и зайти посмотреть. Есть отличия, серьезно. Сколько стоит в среднем реклама ВКонтакте? Вопрос, который, на который я могу ответить, что рекомендуемая стоимость клика 30 рублей, но, как говорят, нужно ставить 70%, тогда эффективность возрастает, и лучше показы рекламы. Соответственно, вот столько. А показы – это за тысячу показов, как я понимаю, да, суммы. Вот. Хорошо. Так, я тогда перехожу дальше, потому что нам осталось совсем немного времени, но я хочу показать важные моменты, которые, как бы, определяют, собственно, вот состав объявлений. Так, окей, показаны. Так, хорошо. И вот самое интересное возникает здесь. Смотрите, то есть, если у нас мероприятие в Москве, то мы выбираем, соответственно, Россию и, соответственно, там, Москву. И мы смотрим, как у нас изменяется аудитория и рекомендуемая стоимость. То есть, как говорят, еще раз, 70% от рекомендуемой стоимости – это окей. Вы можете поставить ниже, но не факт, что это будет эффективно. Смотрите, например, если вы делаете не только мероприятие в одном городе, вы можете выбрать два города. Вы можете выбрать какие-то города, где не показывать. Например, вот я хочу, чтобы показывалось объявление для тех, кто живет в Москве или находится в данный момент в Москве, кто живет в Санкт-Петербурге, но не в Волгограде, допустим. Если кто-то из Волгограда, я как бы извиняюсь, это как бы, ну, совершенно случайно. Вот. Смотрите, можно еще указать район, станцию метро или улицу. Допустим, вы проводите какую-то акцию, если вы не коммерческая организация или фонд, и вы, например, в парке делаете организацию, ну, там, допустим, какое-то мероприятие, где вы рассказываете о том, что вы делаете, вы проводите какие-то игры с детьми и так далее. Вы можете выбрать, например, место, которое близко к тому месту проведения. Вы можете выбрать район определенный, станцию метро или станции метро, которая рядом, или улицу. То есть это будет настолько узкий вообще просто таргетинг, который только возможно. Получается, что вы можете сделать определенное объявление, которое затронет только тех людей, которые живут рядом или, допустим, которые работают рядом. Вот. Соответственно, это может быть наиболее эффективной работой. Дальше пол. Мужской или женский, понятно, как я уже сказал. Вспоминайте это обязательно, что обязательно указывайте это, если для вас это важно, потому что у того, как я хотел сказать. Да, это очень важно, потому что, ну, как бы не стоит, например, делать акценты на тех и на тех, потому что, как вы видите, в визуальном восприятии мужчин и женщин разные. Вы можете сделать разные объявления, то есть более эффективные. Можно сказать, опять же, любой. Но вы можете посмотреть, вот, например, от 20 до 30, ну, то есть давайте, да, давайте вот так сделаем. Смотрите, давайте посмотрим, сколько людей есть от 29 до 35, кто, например, интересуется программированием. Сейчас мы посмотрим. То есть пока 2 миллиона – это много. Вот. Кстати, есть какие-то, если у вас мероприятия приурочены, можно приурочить, в общем, это ко дню рождения, например. Это тоже очень здорово. То есть, если вы делаете какие-то подарки, что ли, продаете или что-то еще, например, то это будет действенным. Так, вот смотрите, пока получается 2 миллиона, но мы пока не заполняли следующие вот разделы. Интересы. Вот это очень важно, но мы сначала давайте подумаем вот о чем. Во-первых, устройство. Давайте мы возьмем все, так, устройство не будем показывать, а будем операционную систему показывать. Например, мужчины, у которых есть компьютер с операционной системой Mac OS, которые живут в Москве и которые соответствуют всем нашим вот этим вот условиям, которые от 20 до 35 лет, их всего 53 тысячи человек. Вот. И, соответственно, это уже говорит о том, что, как бы, насколько сужается аудитория. Так, интересы, допустим... Да, вот здесь я хочу сказать, что вы вспомните, что люди заполняют информацию, бывает, некорректно, либо вообще не заполняют. То есть, если вы ставите футбол, то вы можете очень сильно сузить. Видите? Не все указывают интересы, на самом деле. Поэтому тут надо быть осторожнее. А категории интересов — это уже другой вопрос. То есть, здесь вы можете включить, вот, например, технологии, сори, компьютеры и софт. Дальше, например, дизайн. Графика. 26 тысяч человек. Так. Благотворительность. Нет такого слова. Давайте волонтерствуем. Тоже нет. То есть, есть такой крупный... Так. Окей. Смотрите, есть 26 тысяч пользователей. Например, выбрать образование и работу. Допустим, мы хотим, чтобы это были люди только с высшим образованием. Ну, потому что мы хотим, чтобы это были специалисты, да? И должности, если вот у них указан, например, дизайнер. И смотрите, вот если посмотреть, то всего 415 человек указало, что он дизайнер в должности. Это значит, что не стоит это указывать. Вот. Дальше. Сложение. Если вам важно, вы тоже можете выбрать... Вот смотрите, например, у кого стоит женат, всего 7 тысяч. Если мы убираем, стоит 26 тысяч. Кто-то просто не указывает, поэтому это тоже может очень сильно влиять. А если в активном поиске, то 386 человек. В принципе, идея в том, что, например, если вы проводите мероприятия для людей, которые просто могут поволонтерить, вот как в данном случае, прийти что-то сделать, как идея, да, это может быть следующее, что, например, мы можем сделать такое объявление, пригласить мужчин определенного с такой подачей, что вы можете не только сделать полезные дела, но, например, и познакомиться с другими людьми или с девушками, допустим. Почему нет? То есть вот можно сыграть на таких вещах, и это, возможно, будет работать. Так. Станция метро. Вот смотрите, 26 тысяч человек, это уже, это уже хорошо. Давайте попробуемся каким-то... Вот смотрите, у тех, у кого указан интерес благотворительный, всего 16 человек, и это очень, как бы, мало, да? То есть люди или волонтерцы. Уже 18 человек. Помощь детям, помощь людям. 35 человек. То есть вот смотрите, как, как бы, как я это вижу, да, хороший способ сделать следующее. Вы можете сначала сузить аудиторию до, вообще, до невозможного и посмотреть, как бы, кто это люди, и потом с помощью интересов начинайте в обратную сторону расширять, включая те интересы, которые, ну, как бы, связаны с вашей деятельностью. Фонд. Фондовый рынок. Давайте дизайн тут укажем. Уже 60 человек, допустим, LongCrypto. Нет, как LongCrypto. Сайт. Сайты. WordPress. Сейчас. WordPress. WordPressа нет, значит, да. Ну, как вы видите, вот постепенно-постепенно-постепенно будет расти. И вот моя рекомендация в следующем, что если вы достигнете уровня примерно хотя бы в 10-20 тысяч или в 10 тысяч, это отлично, потому что вы нашли ту, вот прям ту вашу целевую аудиторию, которая полностью соответствует вам. И уже на ней вы можете пробовать разные, разные объявления. То есть, поверьте мне, чем уже вы делаете, тем лучше. То есть, например, представьте себе, что из 10 тысяч или из 5 тысяч вашей аудитории, кому вот все-таки эти объявления будут намного ближе, уровень переходов будет намного выше. Вот это важно. То есть, не надо делать широкую аудиторию, да, то есть порядка там 5-2-10 тысяч. Это работает. Если понять действительно, кто ваша целевая аудитория, насколько она узкая и так далее. И еще раз резюмирую, говорю, что вы, если даже не собираетесь сделать рекламное объявление, это хороший инструмент для того, чтобы понять, кто ваша целевая аудитория, сколько таких людей в, вообще, сколько таких людей, например, в определенном городе. Ну, допустим, давайте вот посмотрим город, ну, не знаю, там, Калининград, просто ради интереса. Вот смотрите, 7 человек. 7 человек. Да, Калининград, видимо, не очень хороший выбор. Знаете, какой он поболее? Красноярск. Давайте Красноярск. И давайте посмотрим, например, сколько людей они заходят, например, с домов. 84 человека. То есть вы можете посмотреть, кто ваши, как бы, ваша целевая аудитория и какими устройствами они пользуются. То есть можно выборку потом делать, например, кто-то пользуется телефонами. То есть вот, например, вы определили, что у вас есть, условно, тысяча человек, тех людей, кто вам нужно. А потом вы думаете, интересно, а как они заходят, с мобильных устройств или нет? Потом берете просто устройство и смотрите состав. То есть это кажется, что отличный вариант. Окей, так, я перехожу обратно. Давайте я остановлю. Секундочку. Так. Окей. В принципе, я рассказал все, что я хотел, потому что это, ну, как бы, введение. Я хотел вот этим вебинарам сказать, что, пожалуйста, не бойтесь пробовать. Это ничего страшного. И вы можете потратить, там, 500 рублей. Но вы будете делать огромные выводы из того, что вы делали. То есть вот это хорошо. И еще раз, это вот помощь в понимании, кто ваша целевая аудитория. Как вы видите, я все-таки не успел рассказать про рекламу в сообществах, но, в принципе, такая задача не стояла, поэтому, возможно, будет какой-то один из следующих вебинаров для этого. Давайте я теперь ваши вопросы почитаю и посмотрим дальше. Так, сейчас. Это я прочитал. Про интересы прочитал. Это я прочитал. Какой оптимальный размер аудитории для такой рекламы ВКонтакте? Ну, в принципе, это я тоже озвучил уже по поводу размера. Как думаете, для защиты животных какая аудитория может быть? Во-первых, в зависимости от того, что вы делаете про животных, опять же, отвечу. Если вы хотите, чтобы люди брали животных из приюта, соответственно, это должен быть город или район, расположенный близко к этому приюту, как минимум. Либо это увлечение, связанное с животными. Ну, и так далее. То есть, можно поиграться этим и посмотреть. Так. В Фейсбуке... Ну, давайте мы не будем говорить про Фейсбук, это же вебинар про ВКонтакте. Так. В чем разница при продвижении семинаров в сообществе или странице? Предлагаю перевести группу в открытую страницу. Ну, тоже это не совсем тематика этого вебинара. В чем разница группы, открытых страниц, публичных страниц, да? То есть, есть некие определенные нюансы. Но, как бы, это, наверное, не тема этого вебинара, потому что это хороший вопрос, но это не... нет. Мы сейчас не поговорим об этом. Так. Брали животных, строительство центра реабилитации. Соответственно, продолжаю тему для Елены. Если вы хотите строить, значит, соответственно, вы хотите привлечь средства. Если вы хотите привлечь средства, вы должны вызывать у людей эмоции, которые помогут им отдать вам деньги и помочь. То есть, вот, люди, это должны быть, наверное, платежеспособные. Соответственно, они должны, скорее всего, закончить уже институт или учиться в институте и иметь работу. И можно даже вот посмотреть, с каких устройств они заходят. Ну, все мы знаем, да, что те там... Ну, на самом деле, не совсем. Те, у кого есть смартфоны, то есть они платежеспособные, по сути. Ну, почему нет? Можно и так считать. Поэтому вы можете сделать такую выборку, и она даст вам ответ, кто эти люди. Так, Наталья говорит о том, что хочется еще вебинар про продвижение в Google AdWords, у которых, кстати, да, есть грант для НКО и рекламы в поисковой сети. Возможно, мы сделаем один из таких вебинаров в будущем, да. Еще раз напоминаю, что вместе с записью вы получите анкету, которую мы хотим, чтобы вы заполнили. И там есть строчка, где вы можете предложить будущую тему, если вам что-то интересно. Поэтому предлагайте, я думаю, что будет полезно. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Я пока перелистну. Так. У нашего сайта есть ВКонтакте и Фейсбук. В Фейсбуке откликов на 80% больше, чем ВКонтакте. ЦАПа – жилые люди. Чем может это объяснить? Пошучу и скажу, что объяснить можно тем, что в одноклассниках целевая аудитория еще больше. То есть все перешли в одноклассники, поэтому. На самом деле, если целевая аудитория пожилые люди, как мы все знаем, реально ВКонтакте этих людей меньше, чем где-то еще. Ну, сознательно. Сознательно. Потому что в большинстве случаев, как используется ВКонтакте вообще людьми? Если вот говорить просто, простым языком, то есть это инструмент для медиапотребления. Это те, кто смотрит сериалы, это те, кто смотрит кино, это те, кто делает перепосты, если это, например, люди пожилого возраста и женщины, то это те, кто делает перепосты, всякая информация, как готовить вкусную еду. Ну, это я утрирую, конечно, очень сильно, но тем не менее это так. То есть это просто такой хороший инструмент потребления для многих, для многих, не для всех, потребления контента, визуального контента. Вот. Анастасия, согласна с тем, что про Google AdWords было бы интересно? Да, возможно, согласен, возможно, сделаем. Так, есть ли еще вопросы? То есть давайте еще раз, да, то есть последние слова скажу. Еще раз резюмирую, что таргетинг – это реклама, это объявление, которое показывается в социальной сети сбоку. Мы не знаем потребностей запроса людей, но мы можем узнать, кто эти люди. Соответственно, нам надо построить объявление таким образом, чтобы они заинтересовались и кликнули, и перешли. Для этого нужно определенным образом писать заголовки и подбирать фотографии. А когда вы создаете объявление, не нужно соглашаться на 100% стоимости перехода, как сказала Юлия, и мы поверим в это, почему нет? Там же можно заменять стоимость. И если вы не имеете бюджета, вы можете использовать этот инструмент как способ определения вашей целевой аудитории, объема вашей целевой аудитории, скорее так. Как оплачивать клики? Ничего не надо оплачивать, нужно оплатить просто рекламную кампанию. А если еще проще, вы вносите деньги на свой счет, создаете рекламную кампанию. Прошу прощения. И после того, как рекламная кампания, то есть объявление создано, оно проверяется и запускается. И вы просто автоматически видите, как списываются у вас деньги, но желательно поставить ограничение списания денег в день или на всю кампанию. То есть, например, у вас бюджет там есть 500 рублей. Вы можете поставить, что в день у вас будет сниматься 250 рублей. Тогда у вас будет показано объявление 2 дня. Как бы вот самое простое. Запись вебинара будет опубликована в группе, в мероприятии в Facebook и на нашем сайте. Почему я говорю про мероприятие в Facebook? Потому что это самый быстрый способ получить информацию и написать комментарии. Поэтому вот ссылка. Заходите. И через несколько часов там будет запись. Окей. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, да, я практически все эти заголовки придумал. То есть, смотрел примеры, естественно, и придумал. Ну, то есть, это из головы, и это не значит, что это хороший пример. Еще раз говорю, акцент на том, что есть типы заголовков, и вот просто классно сесть с вашей командой, либо самостоятельно, и просто подумать, как бы это могло быть. Сайт Теплица. Привести пример. Вот сайт Теплица.тест.ру на слайде. Так, окей. Параритаргетинг. Юля, я вижу, что Юля хорошо разбирается во всем этом, но вы знаете, что, мне кажется, это будет очень тяжело просто. Ретаргетинг – это когда вы связаны с той аудиторией, которая уже имела отклик, или взаимодействие с вами, и это более эффективно. Но это более сложно. Ну, то есть, наверное, я просто, наверное, не расскажу сейчас, это уже и времени много. Юля, а вот если вам не сложно, а вы можете открыто написать свой Facebook, например? Или просто лично написать? Вы почту, по-моему, писали? Просто было бы интересно. Вот. То есть, мне кажется, еще здорово, да, что вот, как я сказал в начале, что концепция «Разбираемся вместе». Если кто-то знает что-то большее, это очень здорово, и вы можете, мы можем вместе помочь друг другу. Вот. Окей, тогда давайте заканчивать. Я говорю вам большое спасибо. Я надеюсь, что было интересно и полезно, и ждем вас на наших следующих вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!